Я живу в Праге. Я долго не мог это произнести вслух, хотя я живу в Праге уже скоро четыре года. До сих пор я обычно говорил, что я живу в Москве, а сейчас в Праге работаю, но, мол, вы не думайте. Я часто приезжаю, а все еще москвич, и с вами я, я из России, в конце концов. Это для меня было очень важно, и сейчас важно тоже. Больше всего меня бесило, что мои друзья называли мой переезд эмиграцией. Алло, какая эмиграция? Я на работу поехал, при чем тут? Это Бунин в эмиграцию уехал, а я в аэропорт. Какая-то эмиграция, я довольно скоро понял. Вот бывший чемпион мира по кикбоксингу Владимир Минеев, он сейчас боец ММА, рассказывал как-то, что в Ульяновске, где он вырос, он жил в таком районе, где у человека могли кроссовки отобрать. И пока он шел в магазин с сумкой, он три раза дрался. В Праге быстро привыкаешь к обратному. Пока дойдешь до магазина с сумкой, три раза обнимешься. В этом смысле Прага находится на другом полюсе шкалы, типа там в подъезде гопники долбанули отца, в темноте не разобрались, что это мы и сделали. Рассказ Минеева о детстве, конечно, в Ульяновске на меня произвел несгладимое впечатление. У меня была история, когда в Солнцево сосед-школьник угрожал пистолетом, но не так. А тут в Праге шаг не пройдешь, чтоб кто-то не погладил твою собаку. Но я последовательно отрицал свое новое состояние, и поэтому поискал, чтобы меня посильнее бесило. И нашел. Меня бесит, до сих пор, кстати, не прошло, хотя сейчас уже легче, как водители в Чехии поворачивают. Тут надо сказать, что в Чехии очень любят все делать шаг за шагом, и, глядевшись вокруг, я понимаю, что этот способ жить, в общем, приносит свой позитивный результат. То есть степ-бай-степ. И любые попытки делать сразу два дела вызывают, ну, скажем так, непонимание. Так же они, конечно же, и водят. Особенно поворачивают. Особенно налево. Чешский водитель подъезжает к повороту и останавливается. Потом думает. Потом, только когда ты его уже догнал, включает поворотник и поворачивает, даже не так, совершает поворот. Меня это бесило до тех пор, пока я не подумал, хм, ну вот это чешское степ-бай-степ, может, и не так уж плохо. И тогда я решил перестать говорить у них, проникнуться и собраться с духом. Стоять на каждом повороте и ждать, пока включится поворотник у машины впереди. Все стало лучше, но потом я опять не выдержал и починил клаксон. Сейчас я оглядываюсь вокруг и понимаю, что таких людей, как я, очень много. Просто вдруг я заметил, что изрядная часть моей ленты друзей в Фейсбуке живет, учится, работает за границей своей родины, не обязательно России. С ними я попробую вам рассказать историю нашего накопившегося раздражения. Анастасия Валеева, журналист из России, которая уехала учиться в Европу, а потом переехала жить в Кыргызстан. В Бишкеке она открыла компанию, которая собирает бигдаты и предоставляет журналистам и государственным органам статистические данные, пригодные для анализа. Насчет того, что раздражает, наверное, тогда нужно начать с того, что нравится. Потому что любой город, любая страна сначала тебя очаровывает, и уже ты решаешь там остаться, и потом через какое-то время ты видишь уже другие черты, подмечаешь, которые тебя начинают немножко раздражать. Вот. То есть, ну, меня, например, очень-очень очаровали люди, потому что они открытые, для них деньги, скажем, какие-то меркантильные интересы, амбиции не в первую очередь важны. То есть, для них все еще важны и семейные отношения, и какие-то человеческие отношения. Я имею в виду, что было очень много помощи такой человеческой на первых порах, и очень много гостеприимства именно ко мне от всех. И потом я заметила, что иногда работа делается немножечко натяп-ляп. Это такой немножечко кыргызский подход, что ли. Иногда есть такое выражение «куда и бурса». Ну, переводится, типа, «авось сойдет», типа, такого. Дай бог, что-нибудь получится. Вот. Ну, в принципе, похоже на наше выражение, да, на русский «авось». И я заметила, что у меня тоже немножечко появилось, ну, может быть, такое отношение легкое. Я уж не знаю, это совсем плохо или это, может быть, нормально. Вот. А еще из того, что меня лично раздражает во мне, когда я там, это то, что в мою речь закрадываются слова-паразиты. В частности, есть такое прикольное слово там «получается». Оно употребляется совершенно не в том значении, как мы привыкли. Просто присоединяется в конце каждой фразы. Например, когда я приехала, меня спросили, а вы на год, получается, приехали или как? И я, конечно же, тоже уже замечаю, что у меня все время все получается. Вот. А второе слово кыргызское – это «оказаться». Вот. Его нужно произносить именно так «оказаться». «Оказаться». И это всегда, в общем, употребляется, когда что-то идет не так. Но это все списывается на силу каких-то странных обстоятельств. И, в общем, все вот так вот «оказаться». И да, мы тоже иногда это используем, когда у нас что-то пошло не так. Ольга Романова – журналист, политолог, основатель общественной организации «Русь сидящая», которая помогает осужденным и их семьям. Переехала из России в Германию в 2016 году из-за доноса высокопоставленного сотрудника ВСИН. В Берлине Ольга Романова разошлась с мужем – бизнесменом Алексеем Козловым, которого отчаянно защищала от тюрьмы в Москве. Перезапустила работу «Руси сидящая» и впервые начала изучать немецкий язык. То, что у меня в жизни произошло, мой внезапный развод с Козловым, я думаю, что отчасти связан с миграцией, конечно, потому что это отрыв от общего дела. От общего дела от «Руси сидящей». Конечно. То есть, если как-то я… То есть, жизнь я своя не мыслила без «Руси сидящей», то я думаю, что Алексею, конечно, было тяжело без какого-то занятия, которое бы посвятил жизнь. Нашелся в другом занятии, да. В моей личной эмиграции меня больше всего раздражают местные Путин-ферштейры, пониматели Путина. И когда ты знакомишься с новыми людьми, все равно кто это – хаус-мастер или водитель такси, или это представитель какого-нибудь фонда, или какой-нибудь бизнесмен. Он все время часто очень говорит «А, русская, очень уважаю, очень уважаю Путина вашего, очень уважаю». Я уже какую-то формулу свою вырвала как-то от реагировать. Я сразу говорю, что, собственно, из-за Путина я и здесь, я и уехала, и многие люди так делают. А дальше ты сталкиваешься с двумя вариантами реакции. Первый вариант – когда ты понимаешь, что это была вежливость, и люди говорят «А, ну, вы против Путина, вообще мы, конечно, понимаем и это тоже, потому что ваш Путин – это еще штучка». Второй вариант реакции, при этом со мной готовы согласиться как раз таксисты, официанты и хаус-мастер, а вот если мы имеем дело, например, с бизнесменом, то он скажет, знаете что, зато у него очень дальновидная внешняя политика. Давайте с вами поговорим, какие у вас есть претензии к Путину по поводу внешней политики. Вот скажите мне, дамочка, ты, конечно, можешь много чего сказать, ты думаешь, ну зачем, ну зачем, ну понятно совершенно, что у человека есть интересы в России, да, это бизнес. Немецкому бизнесу Россия очень нужна, немецкий бизнес страдает от санкций довольно серьезно, да. Человек просто хочет поговорить, чтобы успокоить собственную совесть. Что ты будешь перед ним быстро метать? Пусть у него будет совесть неспокойная. И я уже научилась именно так говорить, что вас интересует бизнес с Россией? Окей, вы хотите, чтобы я уговорила вашу совесть? Я не буду этого делать. Когда ты приезжаешь в Россию, мне это бывает не часто, только когда я понимаю, что я могу, я на свой страх и риск. Часто замечаю детали, которые раньше не замечала, и они, конечно, меня поражают, поражают. Я обнаружила в Шереметье, когда идешь на Аэроэкспресс, какую-то новую профессию. Мужчины в форме стоят рядом с валидатором и учат тебя прикладывать билетик к валидатору, при этом как-то они учат тебя строго, то есть они орут на тебя, что ты сегодня так делаешь. Я вообще думала, что я умею прикладывать билетик к валидатору, но мне не удалось. И две платформы, на одной из них пояс, на другую платформу пустая, поэтому понятно, куда нужно идти. Но при этом стоят люди в форме, которые показывают тебе пальцем, куда нужно идти. То есть они очень заняты. Это какая-то вообще странная занятость, которую я не понимаю. Я подходила к ним, пыталась беседовать. Знаете, мы же, когда что-то не понимаем, мы обращаемся здесь к прохожим, кому угодно, и спрашиваем, что происходит, тебе все ответят, разъяснят. Уже все поняла, тебя берут за пуговицу, и пока не поймешь уж точно совершенно. А также не расскажут тебе о каких-то, где съесть булочку и выпить кофе. А здесь ты подходишь, скажите, пожалуйста, а как называется работа, которой вы занимаетесь? Как называется ваша профессия в договоре? Мне очень интересно, что в этом договоре у человека, который стоит покрытым пальцем, найдет состоящий в платформе пояс? Ну нет, с тобой кто не разговаривает, и мне кажется, какие-то вопросы, которые я задавала, они как-то были расценены шпионскими. Я дозвонился в Аэроэкспресс, у этих людей в договоре написано «Сменные специалисты терминалов». Михаил Ходорковский, экс-глава ЮКОСа. В результате захвата утратил контроль над компанией и провел 10 лет в российской тюрьме. После этого был вынужден стать эмигрантом. Приехал в Лондон в 2014 году и стал инициатором создания общественного движения «Открытая Россия». Большинство вещей, которые меня бесят и которые меня досаждают, они бы меня ровно так же бесили и досаждали, если бы я жил в Москве. Есть, конечно, некоторые особенности. Вот, например, вот здесь движение левостороннее. За рулем я привык, абсолютно нормально. А когда улицу перехожу, каждый раз путаюсь. Потом вот, ну, жена без снега скучает. Я нет, я нет, вот совсем не скучаю. Снегом с минус 45 и песком с плюс 50 накушался, а по самое, вот дальше некуда. Зелень целый год меня устраивает. В Швейцарии было посложнее, потому что там такое своеобразие есть, такое своеобразие. Там общинность, как вот в наших деревнях. Все про всех все должны знать. Все должны общаться. Если ты не общаешься, если ты не посещаешь общие места такой вот тусовки, значит, ты выделываешься. Выделываешься, ну, отношения соответствующие. А я потомственный горожанин. Я привык к, вот, знаете, я это называю одиночеством в толпе. Вот вокруг куча народу, а тебя никто не замечает. Вот я к этому привык. Вот в Лондоне так. Ну, абсолютно как в Москве. Только, ну, вот, только все зеленое. Парки кругом. Да, и менты не бесят. Вот сын у меня работает на скорой помощи. Одновременно учится, ну, на медика и работает. Ему все нравится. Недавно вот возникла такая мелкая бюрократическая проблема с документами. Ну, я спрашиваю коллег, ну, я имею в виду британских коллег, и куда мне с этим податься? Они говорят, а ты депутату напиши. Я говорю, как депутату? Я же настройница. Они говорят, ну, и что? Он же депутат от вашего округа. Я написал. Депутат ответил через неделю. Написал, что займется. Потом написала, что вопрос решила. И попросила сообщить, что будет, ну, по итогам. Ну, я сходил, все решили. Написал, все нормально, написал, спасибо. Так что ничего не бесит. В 2013 году в графстве Эктор в Пенсильвании у американских приемных родителей в результате несчастного случая погиб трехлетний мальчик Максим, усыновленный в России. Для Кремля это стало поводом запретить международное усыновление. Появился так называемый закон подлецов. Много копий сломано вокруг той истории, но первыми русскоязычными журналистами, которые начали рассказывать, что же на самом деле произошло с Максимом Кузичевым-Шато и его родителями, были христианские журналисты Сергей Таран и Людмила Таран-Качкарова, издатели русскоязычной газеты «Даллас Телеграф». Я с ними тогда поработал, и меня, конечно, совершенно поразило, что прямо в столице Техаса есть газета на русском языке, и вообще комьюнити, оказывается, есть. Но еще больше сейчас меня поражает история Сергея и Людмилы. Сергей приехал в США 30 лет назад, то есть еще из СССР. Вот им действительно есть что вспомнить. Причем я спросил у Людмилу, что ее бесило, когда она приехала, она это сделала позже, чем Сергей, а она меня попросила подобрать другое слово, не бесила, потому что ей цитаты, как человеку верующему, лучше употреблять, раздражало. В Америку я приехала 11 лет назад, и зная о том, что я поеду в Америку, я начала готовиться заранее и учить английский язык, понимая, что без английского языка я просто не выживу, как рыба без воды. Я приехала в Америку и действительно здесь продолжила обучение английского языка, а потом мы начали издавать «Славик Voice of America», это было национальное издание, и с этим изданием мы объехали очень-очень много штатов. И что меня удивило, просто потрясло до глубины души, что попадая в большие мегаполисы, например, Нью-Йорк, Чикаго, Сакраменто, Лос-Анджелес, мы встречались с людьми, которые просто не говорят по-английски, они живут в своих анклавах, в своих районах, и им достаточно говорить по-русски, а если они выходят в Америку, то очень редко, чаще они говорят «мы в Америку не ходим». Это вообще такой оксюмарон. Мы живем в Америке, но в Америку не ходим. Я приехал в страну в 1991 году, по сути, еще бежал из Советского Союза, при том реально бежал от КГБ, которое хотело превратить меня в стукача и повесить на меня наблюдение за моими же товарищами по церкви. Поэтому у меня был выбор, или я полечу с детьми Чернобыля проект, которыми я занимался, как их человек, или полечу из Борисполя в обратную сторону в Сибирь, как Enemy of the State, как сейчас говорю. В Америке меня сильно удивило то, что никто не бросился мне помогать. И еще в самолете я представлял себе, что я прилечу, посмотрите, политический отказник, диссидент из Советского Союза, и все как бросятся помогать. Так вот интересно, что никто не бросился. Действительно помогали некоторые люди в церкви. Я прилетел в Нью-Йорк, попал в Русскую Православную Церковь, в Магапак, небольшой город на севере Нью-Йорка. Там находится Русская Православная Церковь, монастырь. Там меня приютили на первое время добрые люди. И, как я уже говорил, никто не бросился, как помогать. Поэтому мне пришлось и убирать куриный помет, и разгребать завали, десятилетние завали листьев. Работать тяжело, и с тех пор, конечно, я прошел длинный эмигрантский путь, очень даже не сладкий, от человека, задача которого была 6 часов в день убирать куриный помет, до международного директора миссии International Prison Ministry, миссия, которая занимается тюремным служением. Интересно, что совершенно другие чувства сейчас вызывают у меня люди, которые приезжают из стран бывшего Советского Союза, как я это называю, из Советского Союза. Для меня Россия осталась Советским Союзом, потому что ничего не поменялось, кроме вывески на дверях. Так вот, люди, которые приезжают из Советского Союза, едут из этой страны любой ценой, выходят замуж за то, что еще еле движется, поддельные документы, перебегая через мексиканскую границу. Так вот, интересно, что эти люди приезжают в Америку, и первым делом включают советский телевизор, первый канал. Смотрят пропаганду, продолжают оставаться совками, продолжают оставаться советскими людьми и распространять в социальных сетях советские идеи. Если кто-то вдруг критикует то, что происходит в странах бывшего СССР, они начинают по принципу «Эй, бьют наших!» защищать ту страну, от которой делали ноги. Я говорю, Людмиле, очарованы вы Америкой. Даже размеры кофейных чашек вас не раздражают. Даже система мер и весов. А она отвечает, это мой дом. Расстояние измеряем милями, температуру фаренгейтами. За маленькими чашками и классическим театром ездим в Украину, а здесь мюзиклы выше всяких похвал. Ну ок, вот это я понимаю, иммигрант. Олег Кашин – публицист, журналист, сам себя называет русским патриотом. Переехал в Лондон в 2015 году с ребенком вслед за женой, которая получила работу в Великобритании. Пишет о судьбах Родины и участвует в телепрограмме «60 минут» на телеканале «Россия-1». Мне скорее комфортно жить за границей, то есть каких-то прямо шокирующих ограничителей, что вот я здесь, это ужасно, а у меня, наверное, нет. То есть есть какой-то понятный набор бытовых трудностей, которые не в смысле, что тяжелый иммигрантский хлеб, тяжелая иммигрантская доля, а буквально ты человек, сколько ты зарабатываешь, рассчитываешь на какой-то комфорт, ты не можешь получить нормальный интернет, не потому что у тебя не хватает денег, и потому что в твоем городе нет оптоволокна. В плане каких-то вот того, что называется «похорошева», Москва, конечно, лучше, я не был в ней три года, потом стал ездить и обнаружил, что она намного комфортнее Лондона. И это, наверное, как раз та же проблема, не та же, но о которой тоже принято положено говорить. О трех от реальности, даже если ты постоянно погружен через интернет в российское медийное телеполитическое пространство, вот те неуловимые ощущения, которые могут быть обеспечены только присутствием, они в дефиците. И, наверное, это самая большая трудность моя и как, не знаю, пишущего человека, и как гражданина, потому что вот отрыв не от родных березок, а от того, что люди произносят вместе с местоимением «мы», это есть и это, наверное, самая большая трудность, которая, да, которая по сравнению, наверное, с эмигрантами прошлых поколений преодолевается интернетом, но преодолевается не на 100%. Как раз, если выделять главный минус пребывания не в России, то он вот такой, что ты не знаешь, как разгоняли демонстрацию на бульварах, допустим, или как в фудкорте «Депо» подают чебуреки с крабом. Вот этого не хватает, действительно, но это уже, я думаю, не критично. А что касается местного, я живу в Лондоне, Великобритании, местного окружения, то, ну, видимо, степень открытости сегодня современных русских, современной России, степень интегрированности ее в мир такова, что ты уже, в отличие, опять же, от людей, которые уезжали там 70, 100 или 50 лет назад, не чувствуешь ничего такого. То есть, да, ты дома, в общем, везде, по крайней мере, в западной цивилизации. Дмитрий Трещанин. Журналист. В юности член запрещенной в России партии НБП, которая прекратила свое существование. Долгое время был успешным редактором известных сетевых российских СМИ. Переехал в Прагу в 2016 году на работу редактором сайта «Настоящее время». Здесь я не могу жаловаться на некое раздражение, просто потому, что я, наконец-то, очутился в городе, где мне комфортно. Ну, естественно, я могу сейчас рассказать о своих столкновениях с чехами, которые были далеко не рады. Если эта история происходила не со мной, а с моими знакомыми, вот у меня недавно знакомая получила по лицу от чешки из-за того, что одна собачка чуть-чуть куснула другую. Это тоже история, которая касается меня, потому что я в этих историях живу. Но по сравнению с тем опытом, который у меня был ранее, это самая комфортная история, поэтому у меня сейчас нет раздражения. Чехия любит собак очень сильно, больше, чем детей. И история, это, конечно, не про ксенофобию, а про то, что если бы здесь кто-то обижает собачку, кусает, например, ее чуть-чуть, то можно получить и по лицу. Что меня реально раздражает, это речи о том, что вот мигранты понаехали, люди второго сорта. Нет, я здесь обратный ксенофоб, обратный националист. Я считаю, что люди, это мое твердое убеждение, я считаю, что люди, которые нашли в себе моральные и физические силы оторвать свою задницу от того места, где они родились, не следовать пословице, где родился, там и пригодился, бросить социальное окружение, которое сложилось не благодаря им часто, а благодаря их родителям, бросить вот этот вот груз былых заслуг и, кстати, былых проблем тоже, и вырваться из этого, и попытаться начать строить новую жизнь, эти люди во многом сильнее, скажем так, осёдового населения. Конечно же, люди, которые приехали с чужими привычками, с чужими, с незнакомыми какими-то, эко ним, как я приехал из Липецка, они раздражают местных, да, и если бы я, меня как местного тоже раздражали очень часто люди, которые там приезжали, и часто не по своей воле приезжали из других регионов, да, то есть у нас в классе были армяне, с которым у меня был конфликт, а они приехали после сумгаидских погромов. Ну, то есть я тогда ребёнком это не знал, но у меня было некое отторжение, раздражение, да. Потом у нас в другом классе у нас была девочка из Чечни, и все считали её странной, да. Хотя при этом знали уже, тогда мы были повзрослее, мы знали, что произошло в Грозном. Русская девочка. Ну, и так далее. Можно приводить много примеров, и вот пройдя определённый путь, и прожив определённое количество лет, я понял, что это то раздражение, с которым надо бороться. Людей этих надо принимать. И тогда они к себе потянутся. Аркадий Майофис, основатель томского телеканала ТВ-2, переехал в Израиль в 2015 году после разгона телеканала и возбуждения уголовного дела. В Израиле создал новый бренд Йофи, местные деликатесы для туристов. Сейчас компания впервые показала операционную прибыль. Майофис говорит, это четыре года непрекращающегося стресса. Что больше всего бесит россиянина, и особенно москвича, переехавших жить в Израиль? Ну, во-первых, отсутствие круглосуточного педикюра. Сколько бы денег у тебя не было, шансов сделать педикюр ночью нет, как и многое другое. Второе, что сильно раздражает, это то, что не все говорят по-русски. Вроде нормальная цивилизованная страна, а русские не знают. Третьих, это то, что вообще здесь все устроено совершенно по-другому. И приходится ломать себя, выходить, как сейчас принято говорить, из зоны комфорта, приспосабливаться под те обычаи, под те правила, которые были сформированы до тебя. И несмотря на то, что ты уже здесь, никто эти правила и обычаи менять не собирается. В этом вообще главная проблема любой эмиграции, даже если ты переезжаешь в такую солнечную, прекрасную, красивую страну, как Израиль. К тому же в Израиле вообще очень много Востока. Здесь совершенно по-другому складывается взаимоотношение между людьми. И здесь совершенно иное отношение ко времени. Вот отношение ко времени, это еще одно, одна точка, где тебе приходится себя сильно ломать. Потому что здесь никто никуда не торопится. Любимое слово, которое они произносят, когда они знают, на их глазах, это совпадут терпение. В этом смысле, единственный способ научиться жить в Израиле, это стать таким же, как они. То есть сделать совланут своей философией. Как только получится, так сразу все здесь и наладится. Особая история с бизнесменами, которые приезжают из России в Израиль последние годы в больших количествах. Чем отличаются российские бизнесмены от израильских? Во-первых, российские бизнесмены считают, что они лучшие бизнесмены в мире. Их опыт самый лучший, самый продвинутый. Их знания самые-самые-самые. И поэтому пришло время, они приехали, и теперь они научат неразумных хазаров тому, как вести здесь дела. И многие открывают и начинают этот длительный процесс обучения. Как правило, он заканчивается ничем. Как говорят, единственный способ стать в Израиле миллионером, это приехать сюда миллиардером. Зная эту тенденцию, многие израильтяне с большим вожделением и желанием ждут приезда российских бизнесменов, полагая, что каждый деловой человек, репатриирующийся из России, начавший здесь бизнес, обязательно олигарх, а следовательно, грех не воспользоваться теми финансовыми потоками, которые от этого олигарха исходят. В первые два года, как правило, происходит осмысление, отрезвление. Как правило, к этому времени деньги как раз все и заканчиваются. И дальше человек идет либо устраиваться просто куда-то на работу, либо уезжает назад, либо приобретает тот самый необходимый опыт для того, чтобы уже начать свой бизнес или переделать свой бизнес по те реалии, которые есть в Израиле. Почти все эти ошибки совершил и я открыл здесь несколько лет назад компанию Йофи по производству гастрономических израильских сувениров. Я полагал, что я придумал нишу, и так оно и было. Мы заняли нишу, которая была свободна, и я полагал, что я сейчас создам продукт европейского уровня, от которого все приезжие туристы и все мои внутренние клиенты в Израиле обалдеют и выстроятся за ней в очередь. Не произошло ничего из этого. Мы уже несколько раз меняли свою продуктовую линейку, подстраивая ее под то, что действительно востребовано в Израиле. Как выяснилось, мои умозрительные представления о том, как здесь все устроено и кто такие израильские потребители, вообще никак не соответствовало реальности. Когда я точно для себя решил, что перееду с семьей в Прагу, мои друзья, в основном тогда сотрудники редакции «Дождя», на которой я работал, устроили мне пышные похороны, то есть проводы. Но я тогда чувствовал, что это все же как будто похороны. И дружно пропели мне напутственную песню группы СПБЧ. Сейчас я с удовольствием ее переслушиваю без раздражения. Живи там, хорошо живи там, хорошо живи там, хорошо не возвращайся никогда. Живи там, хорошо живи там, хорошо живи там, хорошо не возвращайся никогда. Здесь жизни нет и не будет, жизни нет и не будет, жизни нет и не будет, не возвращайся никогда. Так, да.